Дорогие любимые, приветствую вас! Сегодня мы продолжаем наш утренний ритуал настройки на день. Я взяла карты и, как обычно, прошу их дать мне совет на день, дать мне фокус, внимание, сконцентрироваться на каких-то определенных задачах, которые они для меня подсказывают как первостепенные. И сейчас я хочу поступить следующим образом. Я хочу, чтобы вы все задали вопрос, тот, который вас наибольшим образом, скажем так, тревожит, либо то, что бы вы хотели решить первостепенно. Подумайте об этом. И я сейчас разделю колоду на три части. Три равные части. Это ваше прошлое. Это ваше настоящее. И это ваше будущее. Вот, кстати, очень символично заплакал ребенок. Это символ движения. Это символ какого-то недовольства текущим и желания трансформации. Итак, ваше прошлое, настоящее будущее. Я снимаю карту вашего прошлого. Это мастер. Это говорит о том, что вы добились чего-то мастерски и смело можете заявлять об этом миру, служить этим, зарабатывать и быть самодостаточными в своем мастерстве. Текущая карта настоящего – это какая-то печаль. Но печаль не с точки зрения негатива, а с точки зрения переосмысления опыта. Это говорит о том, что у вас накопился определенный, скажем так, определенный багаж знаний, которые вы думаете, как передать. Но прежде чем передать, вы погружаетесь в себя, в некое уединение, в некую печаль, которая даст вам переоценку текущих ресурсов. И дальше, расправив полусируса, вы сможете двигаться. И будущее. Завершенность. То есть определенный этап жизни у вас завершился. Вы стали мастером. Вы это осознали, переосмыслили. И теперь на будущее должны, видите, тут поставить пазл в недостающую картинку для того, чтобы обрести вот эту целостность, неуязвимость, самодостаточность, которая придет вам и через признание, и через финансовые возможности, через ресурсы, через состояние удовлетворенности. Вот такая замечательная карта на будущее. Ну что ж, это, собственно, то, что нам хотели сегодня сказать карты. Мои любимые, в следующем видео я продолжу вторую часть ритуала и сниму руну, заряжу нефритовый скребок для самомассажа тела. На эту медитацию мы наполнимся еще раз тремя картами. Мастер, переоценка печаль и завершенность. Желаю вам удачи в осознании своего пути и считывания знаков судьбы. Благодарю за внимание. Увидимся на практиках. Пока-пока. Всегда ваша Спиридонова Екатерина. Продолжение следует...